Оператор выбора Кейс Формировать специальные умения и навыки при использовании оператора выбора Кейс Активизировать знания по теме оператора выбора Кейс для решения задач Развивающие Развивать умения анализировать, обобщать и систематизировать знания и использовать полученные знания в практике решения составленных задач Воспитательные Формирование самостоятельности и активности при выполнении практической работы Что такое оператор выбора Кейс Оператор выбора Кейс используется в тех случаях, когда в зависимости от значения какого-либо выражения необходимо выполнить один из нескольких операторов Оператор выбора Кейс Оф является обобщением оператора Иф Позволяет выбрать одно из нескольких возможных продолжений программы Используется в тех случаях, когда условие может принимать более двух значений Формат оператора Кейс Формат оператора Кейс Выражение Оф Константа 1 Оператор 1 Константа 2 Оператор 2 Константа n Оператор n Точка запятой Иначе else Другой оператор n с точкой запятой Фрагмент оператора выбора Кейс Переменная Выход 1 Только это константа Когда выбирается константа 1 Выполняется оператор 1 Если выбирается константа 2 Выполняется оператор 2 Также константа n выбирается Оператор n выполняется Иначе Выполняется просто оператор Идет все к концу. Порядок выполнения. Вычисляется значение ключа. Происходит сравнение ключа с константами. Если значение ключа совпадает с одной из констант, то выполняются операторы, стоящие за ней. А для краткой формы при совпадении ключа ни с одной из констант оператор кейс пропускается. Б. Для полной формы при несовпадении ключа ни с одной из констант выполняется оператор за словом else. Если после какой-то константы в предложенном варианте несколько операторов, то их группа заключается в операторные скобки begin и end, то есть составной оператор. Например, по номеру дня недели вывеси соответствующее имя название. Ему название, то есть программ назвали prim1, var объявили переменную z с типом integer с целым типом, точка запятой, begin, начало основной программы, write a line, вводим, выводим текст на экран, введи номер дня недели, вводим z, read a line, z, кейс, кейс, выборка переменной z, is, off, да, первая, значит понедельник, вторая, вторая, вторник, третья, среда, четвертая, четверг, пятая, пятница, шестое, суббота, седьмое, воскресенье. Else в read a line нет такого дня, иначе нет такого дня, точка запятой, end с точкой запятой, read a line, точка запятой, end с точкой. Вторая программа, составим программу, имитирующую работу своеобразного калькулятора. Программ, calc, назвали программу, точка запятой, объявили переменную z, b, c, типа integer, целого типа, begin, начало основной программы, в write a line, введите a, вводим a, введите b, вводим b, введите c, вводим c, case sc, выбираем из списка 1, 2, 3, 4, 5, то есть сумма, разность, произведение, целая часть отделения и остаток отделения с соответствующими формулами. Иначе введен неизвестный номер операции, точка запятой. Третий пример. При вводе одного из символов, y маленькая или y большое, выведет на экран слово «да», а при вводе n маленькая или n большое слово «нет». Вот, пожалуйста, фрагмент программы. Вопросы для закрепления. Первое. С помощью каких операторов можно организовать многовариантное ветвление? Второе. Ставится ли перед else точка запятой? Третье. В каких случаях нужно использовать оператор выбора кейс? Четвертое. Когда необходимо использовать ветвление по многим направлениям? Пятое. Какой тип может иметь переменная, выступающая в роли параметра? В операторе выбора кейс. После какого служебного слова в программе записывается список операторов, который выполняется в случае, есть ли значение ключа выбора не совпадает с константой из соответствующего списка? Шестое. Может ли отсутствовать else в операторе выбора? И седьмое. Как работает оператор выбора? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Домашнее задание. Задача. По номеру месяца вывести время года, используя оператор выбора кейс. Нарисовать блок-схему и написать программу самостоятельно. Спасибо за внимание.